На театральной площади около 130 спортсменов. В Сочи они приехали из Омской, Иркутской, Самарской, Тюменской, Новосибирской, Калининградской, Тульской, Воронежской и других областей, республики Крым и Адыгеи, из Москвы и Санкт-Петербурга. Одним словом, со всей страны. На старт выходит около 130 участников. Сильнейшие команды регионов, молодежных составов. Есть именитые, победители, призеры России, чемпион мира Ковалев у нас участвует. Вот такой состав. Велогонку Гран-при Сочи возобновили после солидного перерыва. Первая многодневка стартовала в далеком апреле 1954 года как отбор на чемпионат мира. Более 10 лет она здесь не проводилась. По понятным причинам была подготовка к Олимпийским играм. Велоспорт для города Сочи – традиционный вид спорта. И всегда очень много жителей города Сочи занимались велоспортом. И мы рассчитываем на то, что благодаря этой велогонке мы на новый уровень выведем велосипедный спорт в городе. И многие дети для себя выберут этот спорт как основной вид. Нынешняя гонка, она 64-я в истории, открывает велосезон в стране. Ее посвятили предстоящему Дню Победы. Ну а для победы в многодневке спортсменам предстоит преодолеть четыре этапа. Сегодня это более 150 километров из центра Сочи до Красной Поляны. Трасса разнообразная. Равнина, горы, подъемы и спуски. Крутить педали велосипедистам предстоит порядка четырех часов. Кстати, к участникам турнира сегодня присоединились и ветераны спорта. В былые времена эту сочинскую гонку не раз проезжали и отбирались на гонку мира. И тоже были членами сборной Советского Союза. Просто она в крови, эта гонка. И мы вам благодарны, что вы ее возобновили. Второй этап многодневной велогонки Гран-при Сочи стартует завтра в Олимпийском парке. Третий пройдет в селе Монастырь. Завершится турнир 21 апреля на вершине горы Ахун. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин